Если говорить в целом о профилактике терроризма и экстремизма, это по-своему три кита, понимаете? Первый кит – это профилактика. Причем она должна быть очень узкопрофильной в зависимости от целевой группы. То есть невозможно, например, более взрослому человеку говорить о медиа-здоровье, например. Он может и вообще не знать, что такое телеграмм, например, или ватсап. Это должен быть самый большой блок, понимаете? Самый большой кит, который будет ориентирован на различные группы с учетом их особенностей и потребностей. Второй кит – это я его называю кит антипропаганда. То есть что мы можем противопоставить той идеологии, которая есть на этих территориях? Что мы сейчас можем им противопоставить? Да. Вот я часто себе задаю такой вопрос. Я не теолог, я не исламовед, да, я считаю, что я очень толерантный человек. Но я всегда говорю, что религия – это именно та сфера, где не должно быть дилетантом. Вот этот блок, он должен быть чуть меньше, возможно, чем профилактика, но он должен быть очень профессиональный. Я хотела бы в идеале, чтобы наши идеологи были сильнее идеологов, которые на той стороне. Когда наши идеологи будут сильнее, не будет такого количества граждан, которые находятся на тех территориях. И третья кит – это интервенция. Это то, что мы с вами все и делаем. Мы уже лечим болезнь, которая состоялась. То есть мы работаем с этими женщинами, с этими детьми. А возможно, если вот эти наши два кита, которые были первые, были большие-большие, возможно, вот эта интервенция у нас была самая маленькая. Я очень хочу, чтобы интервенция стала самым маленьким-маленьким-маленьким блоком, понимаете? Тогда мы не будем видеть детей, которые видели смерть. Мы не будем видеть женщин, которые прошли эти врата ада. И я очень хочу, чтобы дети, которые росли, у них было стремление только к образованию, чтобы занять достойное место в обществе, стать достойным гражданином своего общества. Продолжение следует...